Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатулин. Китайский ЦБ анонсировал в понедельник новый ряд мер по стимулированию, которых, похоже, так долго ждали инвесторы. Закрыв пятницу в плюсе на 2,5%, сегодня индекс голубых фишек, шанхайский композитный индекс, он подскочил на 4%, после того, как правительство объявило о налоговых скидках для физических лиц, совокупный размер которых может достигнуть 1% от ВВП. Фискальное стимулирование вместе с различными схемами по поддержке фондового рынка, например, через обратный выкуп акций и обеспечением ликвидности в экономике, придали инвесторам заряд оптимизма, который будет доминировать в настроениях в среднесрочной перспективе. Курс юаня при отсутствии вмешательства правительства в валютный рынок будет полномерно снижаться, что, в принципе, сегодня не происходит. Сегодня, как вы видите, курс долларов юаня достиг отметки 6,94. Это, конечно, также поддерживает экономика за счет роста или стабилизации прибыли экспортеров в национальном выражении. Государственный долг правительства Китая довольно низкий. Он сейчас находится на уровне около 48%, а это долг домохозяйств. Но долг правительства примерно такой же низкий, при этом большая часть номинирована в юанях, поэтому опасений относительно устойчивости фискальной политики не возникает. Другое дело – КПД налоговой реформы в контексте стимулирования экономики. Потребление китайских домохозяйств составляет около 39% от ВП по сравнению с 70% в США. Вот можно видеть, что рост потребления в экономике США постепенно растет, достиг практически 70%. То есть экономика США все больше и больше переключается на потребителя, в то время как в китайской экономике даже наметился спад именно этой доли потребителя в общем расчете ВП. Склонность к потреблению в китайской экономике также ниже из-за исторически сложившихся различий в расходах и бережливости. Уже исходя из этих различий, успех налогового маневра в США Китаю вряд ли удастся повторить. К тому же правительство пытается абстрагироваться от идеи стимулирования корпоративного сектора, который накопил около 260% долга по отношению к ВП. Больше только в Японии. Сравнимый с уровнем долго развитых стран, Китай тем не менее отстает по доходам, поднимая вопрос, кто будет платить за искусственный рост. Можно также заметить, что последние анонсированные меры по большей части представляют собой попытки таких точечных воздействий, в том числе выделения денег на обратный выкуп акций. Сейчас не лучший момент для абсорбции шоков от дефолтов, от корпоративных дефолтов, но платить за эту отсрочку приходится сворачиванием процесса трансформации к правильным конкурентным формам распределения кредитных и инвестиционных средств, то есть рынка акций, облигаций и возвращению к менее эффективным банковским каналам. Как я уже отмечал ранее, высокий административный контроль, в том числе банковской системы, не позволяет эффективно расходовать средства и корректировать и корректно оценивать риск инвестиционных проектов, как следствие меры стимулирования окажутся лишь симптоматическим лечением, необходимым для противостояния в торговой не с США. Доходность китайских облигаций сегодня устойчиво снижается, она в принципе снижается уже практически целый месяц. В общем, с начала 2016 года находится в нисходящем тренде. Естественно, сейчас основная реакция рынка происходит на сигналы об увеличении продолжения бандов на рынке с начала года. Доходность потеряла около 11% и в понедельник находилась на отметке 3,6%, даже немного ниже. Запас движения доходности в китайской экономике пока еще достаточный, прежде чем начинать разговор об неэффективности, о логике ликвидности. Достаточно вспомнить также, что в октябре 2016 года доходность у нас спускалась до минимального значения, до 0,6%, после чего она перешла здесь в рост. Сигналы о большем давлении на доходность теории должны вызвать отток капитала, движимого поиском доходности, вызвать также рост инфляции, что также отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности китайских активов, а также как реакцию на рост валютного риска. Если вспомнить упорное отрицание китайским правительствам девалевации как способа нивелирования тарифов в США, то станет ясно, что Китай имел в виду отсутствие масштабных мер по смягчению. Тем не менее, в условиях контроля над валютным рынком подобные эффекты с трудом прослеживаются через заменение обменного курса. Также любопытно, что Китайское ВЦБ прорвало после того, как США опубликовали отчет о торговле с партнерами, в котором они отказались признать Китай валютным манипулятором. До этого все маневры Китая концентрировались на борьбе с финансовым рычагом в экономике, то есть на проведении монетарного ужесточения. Вывод из этой истории какой? Без уступок со стороны США, быстрая развязка в торговой войне становится совсем не реалистичным сценарием, так как Китай переходит в, можно сказать, бухую оборону. При этом, если фондовый рынок США выстоит текущую коррекцию, Трамп, вероятно, будет двигаться к апогею противостояния, т.е. тарифом на весь китайский экспорт в США. Это около 267 миллиардов долларов. Нефтяной рынок сейчас ожидает голую правду. Сегодня сцены немного подросли, совсем незначительно. Голая правда это в убийстве коммуниста Вашингтон-Пос Хачко-Джи, который турецкое правительство пообещало опубликовать завтра. Напомню, что Саудовская Аравия резко изменила позицию относительно данного инцидента, пока не стало поздно уже противоречить очевидному, признав, что диссидент был убит в посольстве Саудовской Аравии в Турции. В спекуляции переключается на роль принца Мухаббета бин Салмана в убийстве, который, по некоторым данным, звонил Хачко-Джи за несколько минут до расправы. Запад, конечно, сейчас поставлен на такое неловкое положение, где необходимости санкции и давления вроде бы очевидны, а вроде бы может неприятно откликнуться. Например, кризис нефтяного рынка, подобного 1973 года, который взвинтит цены на нефть и поставит под угрозу глобальный рост. Речь, конечно, идет о снижении, о сокращении добычи Саудовской Аравии, чтобы как раз вызвать волатильность на нефтяном рынке, чтобы подрывать позицию других стран. Интересно следить сейчас за игрой Трампа, для которого убийство сейчас отличная возможность раскрутить королевство на очередную выгодную сделку. Он, скорее всего, так считает. Нефтяные цены сейчас настроены на рост, поэтому и катализатором, скорее всего, послушать завтрашние новости из Турции. А на сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду. Продолжение следует...